Итак, времени у нас уже 12.00 по московскому времени, я вижу, поэтому представлюсь еще раз. Зовут меня Леонид Чумаков, я являюсь менеджером по обучению компании ADEMS, и сегодня у нас с вами будет вебинар, посвященный вопросам бизнес-планирования. Он так и называется. Бизнес-планирование – основа эффективного старта. Давайте прежде чем перейти непосредственно к презентации, перейти непосредственно к вопросам, связанным с обучением бизнес-планированию, мы немножко с вами устроим такую вводную часть. Я попробую доступным языком, чтобы без вот этого высокопарного текста объяснить, почему так важно бизнес-планирование, почему мы наших партнеров призываем с ним работать. Ну, даже не то, что мы призываем. Мы пытаемся создать все условия для того, чтобы вам было проще начать свой бизнес. Почему бизнес-планирование так важно? Большая часть людей, которые только-только начинают работать, они начинают работать, используя заемные денежные средства. То есть они их привлекают откуда-то, из каких-то источников. Это могут быть банки, это могут быть инвесторы, это могут быть партнеры по бизнесу. И любому источнику, который готов поделиться с вами вот этими ресурсами, ему необходимо понимать, как быстро эти ресурсы будут ему возвращены. И как быстро он эти ресурсы сможет получить обратно. Не просто получить, а получить с какой-то прибылью. И вот в этот момент вам нужно доказать то, что вы начинаете, оно действительно способно дать вот то, что называется возвратом денежных средств. То есть вернуть денежные средства, вернуть их с прибылью. Единственный инструмент, который позволяет это сделать достаточно понятно и достаточно эффективно, это как раз инструмент под названием бизнес-планирование. Мы сегодня с вами достаточно подробно поговорим о том, что такое бизнес-планирование, как оно работает, в чем оно заключается и каким образом его следует применять. Немножко забегая вперед, позволю, наверное, себе анонсировать следующее. Я каждый раз, когда начинаю новый вебинар, я делаю рассылку по тем людям, которым вебинары интересны. И я обычно запрашиваю, провожу такой микроопрос, в котором задаю вопрос людям, какую тему вебинара вы бы хотели услышать в следующий раз. И уже исходя из того, что люди отвечают, мы, собственно говоря, занимаемся планированием. Ну, тут есть еще момент, конечно, определенных технических возможностей. Так вот, очень много людей хотят услышать о том, как открывались наши студии, как они запускались в городе Самара, как они запускались в городе Саранске, устроить встречу с людьми. И мы обязательно это сделаем, то есть обязательно у нас пригласим этих людей, и они вам подробно расскажут. Почему я это говорю в разрезе сегодняшней темы? Потому что запуск каждой из этих студий, он был связан с серьезным планированием. То есть люди не просто решили, что, а давайте мы откроем бизнес и давайте мы его начнем. Нет. Была проделана достаточно серьезная работа, была проделана работа, связанная с бизнес-планированием, когда, собственно, стало понятно о том, что в данном городе, в данном районе при вот этих условиях можно будет спокойно заниматься и спокойно запускать это дело, и что это дело будет приносить прибыль. Собственно, переходим к презентации. Расскажу вам сейчас о том, что такое бизнес-планирование, как оно производится, какие особенности бизнес-планирования существуют. Прежде чем начать нашу, собственно, лекционную часть, озвучу предложение, которое мы делаем на каждом нашем вебинаре. Вот поскольку тема у нас сегодня связана с бизнес-планированием, то, соответственно, каждый участник вебинара, который захочет получить готовый бизнес-план, выполненный по стандартной схеме для открытия своей студии, типовой бизнес-план, мы готовы предоставить этот типовой проект за 9 990 рублей данному человеку. Поэтому, если вас заинтересовало это предложение, если вы хотите получить готовый бизнес-план на открытие студии «Заточки», пишите, звоните, обращайтесь, мы готовы вам его предоставить. Ну, теперь, собственно, давайте перейдем к вопросу проведения самого вебинара. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара «Бизнес-планирование как основа эффективного старта». Собственно, с чего хотелось бы начать? Хотелось бы начать с того, что сами понятия «бизнес» и «предпринимательство» — это слова-синонимы. В России, да и во всех странах мира так заведено, что эти два понятия, они неразличимы, они объединены, они являются одно продолжением другого. Более того, предпринимательская деятельность или предпринимательство — это понятие, которое у нас законодательно закреплено и которое законодательно у нас используется. Поэтому, являясь предпринимателем, вы, соответственно, работаете в определенном правовом поле. Что такое планирование? Планирование — это неотъемлемый элемент работы любого бизнеса, и представить себе бизнес без планирования просто-напросто невозможно. Они связаны между собой, как связаны между собой процессы, работающие совместно. При помощи планирования вы можете достигнуть то, чего вы хотите достигнуть. Для того, чтобы достигнуть этой цели, вам нужно решить ряд задач. Вот как вы собираетесь пройти большой пульс, ну или приведу более простой пример. Вы путешествуете, вы едете, я не знаю, из Самары в Москву. И вот делаете вы, выстраиваете свой маршрут и понимаете, что там вы должны проехать через город Пенза, вы должны проехать через республику Мордовия, вы должны проехать через город Рязань. Вот так и в вашем бизнесе, когда вы двигаетесь куда-то, вы понимаете, что вы должны в определенное время оказаться в одной точке, потом оказаться в другой точке, и тогда вы достигнете той цели, к которой вы, собственно, движетесь. Планирование в бизнесе то же самое. Не решив ряд задач в определенное время, цели достигнуть невозможно. Поэтому планирование, оно необходимо. Планирование – это процесс многогранный. Он охватывает различные понятия, использует различные технологии, может быть по точности также различным. И самое важное, что я хотел подчеркнуть, по срокам. Планирование может быть краткосрочным, среднесрочным, долгосрочным. Вот когда мы с вами говорим о бизнес-плане, мы имеем в виду планирование на, опять же скажу, бизнес-план – это план, который делается на различные сроки. Бизнес-планирование может быть краткосрочным, бизнес-планирование может быть долгосрочным. Когда у вас уже устоявшийся, хорошо развитый и, скажем так, идущий бизнес, то имеет смысл работать с долгосрочным планированием. Когда вы только-только развиваетесь, когда у вас еще вопросов больше, чем ответов, то, наверное, имеет смысл планировать на короткие промежутки времени, поставив себе какую-то долгосрочную цель. Но планирование осуществлять по задачам, которые вы должны пройти для того, чтобы к этой цели достичь. Планирование делится на различные этапы. Ну, здесь я позволю себе немножко пройтись по тому слайду, который у нас с вами есть, и немножко пояснить, что здесь, собственно говоря, изложено. Самым первым этапом планирования является цель и полагание. То есть, когда вы формулируете ту цель, которую вы хотите достигнуть. То есть, что мы хотим достичь, куда мы хотим прийти, для чего мы существуем и как мы хотим вообще себя проявить. Какой из способов нам при этом нужно использовать? Потому что путь можно пройти, двигаясь по разной траектории. И касательно бизнеса это то же самое. То есть, мы можем с вами перемещаться к необходимой цели разными путями, разными маршрутами. Если вы понимаете, каким способом нам надо прийти, вы должны тогда задать себе вопрос. А что нужно сделать, чтобы, ну, собственно говоря, прийти? Какие задачи нужно решить? То есть, составить маршрут. Маршрут составлен, переходим к плану мероприятий. В какие сроки? Что нужно для того, чтобы прийти? Если мы путешествуем, нам нужна машина или какой-то другой транспорт. Если мы развиваем свою компанию, то, соответственно, нам нужно что-то иметь для того, чтобы ее развивать. Вот здесь, кстати, есть один момент, когда люди, планирующие открыть свою студию, звонят и, ну, собственно говоря, делятся своими планами. И первый вопрос, который я им задаю, это, что вы планируете делать? Они, как правило, отвечают, а я планирую проводить заточку. А что вы планируете затачивать? И вот тут человек, что называется, уже сам себе начинает задавать вопросы, действительно, а что я буду затачивать? Буду я затачивать маникюрный инструмент? Наверное, буду. А есть у вас мастера, которые занимаются маникюром? А я не знаю. А будете ли вы затачивать партняжные ножницы? Да, буду. А есть у вас мастера, которые готовы? То есть, понимаете, здесь нужно вам в первую очередь дать себе ответы на вопросы. А что я буду делать и что мне нужно для того, чтобы это делать? Поэтому любой план, он должен подразумевать в первую очередь вашу информированность в том, что вы собираетесь предпринимать. То есть, вы должны понимать, что вы хотите делать. Ну и любой план, он невозможен без контроля. Когда вы сами делаете выводы о том, получилось у вас или не получилось. Если не получилось, то почему? Вот, собственно говоря, весь этот процесс и называется бизнес-планированием. То есть, это некий вид деятельности, которая связана с планированием предпринимательства. В первую очередь, бизнес-планирование – это оценка собственной деятельности. Бизнес-планирование подразумевает вашу честность перед самим собой. Когда вы себе говорите, что да, вот я хочу этим заниматься, но вы… Ну, опять же, такой жизненный пример. Я бизнес-планированием занимаюсь, если не соврать, где-то, наверное, лет 12 или 15. У меня был первый опыт составления бизнес-плана, когда ко мне обратились с тем, чтобы я использовал свои знания и навыки. И человеку был нужен бизнес-план для того, чтобы получить субсидию в банке. И вот в этот момент происходит очень интересный диалог у меня вот с человеком. Он говорит, мне нужно получить субсидию в банке для того, чтобы расширить свою деятельность. У него уже был в этот момент готовый бизнес. Хорошо, что вы планируете делать? Я хочу делать вот то-то, то-то, то-то. Сколько денег вы хотите? Ну, вот на это мне нужно столько. Когда я задал человеку вопрос, а вы сможете эти деньги вернуть? Он говорит, ну, наверное, да. И когда я начал с ним дальше общаться, я понял, что человек на самом деле хочет получить эти деньги, но он не до конца понимает, как они будут у него работать. И одно дело составлять бизнес-план для банка, чтобы получить эти деньги. Возможно, банк поверит всему тому, что там изложено и деньги даст. Но понимаете, что вместе с деньгами вы берете на себя определенную ответственность. И в этот момент вы должны сами понимать для себя, а смогу ли я это сделать? Ну, впрочем, то, что вы сможете это сделать, это, наверное, не обсуждается. Вы сможете это сделать, но принесет ли это тот результат, который вы хотите получить, вот это вопрос. И вот тут вам нужно быть честным с самим собой. Бизнес-план вы делаете не для людей, которые будут его читать. Вы его делаете для себя в первую очередь. Когда вы его делаете, вы должны понять, все ли у вас будет хорошо, все ли у вас получится. Вот, собственно говоря, для чего нужно бизнес-планирование. Оно нужно для решения вот этих самых проблем. Во-первых, снизить ваши риски. Если вы будете понимать, где тяжелые трудные места, где, что называется, узкое место, в которое вы можете попасть, то, соответственно, вы можете это место как-то обойти или эти риски понизить до разумных пределов. Вы понимаете, куда вы придете, понимаете, какое место вы займете, понимаете, что вы сможете достичь, каких высот. Опять же, если у вас присутствует понимание того, что вы сможете заработать хорошие деньги, вы можете привлечь сторонних лиц для того, чтобы они помогли вам развиться и достичь этих целей в более короткие сроки. Ну и, наконец, опыт планирования, он никогда не бывает лишним. И я, опять же, на своем опыте убедился, что если присутствует в жизни, в работе план, то эта самая работа, она делается намного проще, она делается намного быстрее и задача решается намного эффективнее. Задачи бывают стратегические и тактические. Ну, для тех, кто немножко не отделяет слова стратегия-тактика, стратегия – это долгосрочная задача глобальная, тактическая – это то, что нужно решать здесь и сейчас. То есть и совокупность решения тактических задач приводит к решению задачи стратегической. Вот сложные слова, наверное, организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка сегодняшнего состояния организации. За этими сложными словами это простой смысл кроется. То есть, что мы сегодня представляем из себя в плане компании. То есть, сколько у нас есть ресурсов человеческих, финансовых, материальных. И как мы этими ресурсами можем распорядиться. Второе. Вы можете выявить те возможности вашей предпринимательской деятельности, исходя из ваших сильных и слабых сторон. То есть, вы опять же смотрите. Ага, мы вот такие. Что мы можем сделать, чего мы можем достичь? И понимая, что вы можете достичь и как вы можете на этом сыграть, вы уже можете свою деятельность выстраивать, отталкиваясь от вашей сильной стороны. Ну и наконец, зная, кто вы, где вы, как вы будете работать, вы можете сформировать те денежные потоки, которые вам нужно будет получить для того, чтобы существовать без проблем. И без каких-то особых затруднений в течение всего срока вашей предпринимательской деятельности. Функции бизнес-плана. Ну, здесь опять же я не буду читать все, что написано, потому что люди читают быстрее, чем слышат и понимают. В первую очередь, это, конечно, стратегическое развитие, это выстраивание долгосрочных целей и выстраивание маршрута движения к этим целям. Планирование позволяет прийти к этим целям, двигаясь через определенные точки, позволяет эти точки наметить и выстроить наиболее оптимальный маршрут достижения этих целей. Привлечение денежных средств облегчает ваше прохождение по этому маршруту, оно позволяет привлечь дополнительные ресурсы. Ну и, наконец, кроме ресурсов вы можете охватить дополнительных партнеров, которые будут вам всячески помогать в том плане, что сотрудничество с ними будет взаимовыгодно. Вы будете сотрудничать в различных аспектах и будете решать те задачи, которые будут для вас иметь взаимную выгоду. Здесь, опять же, немного остановлюсь, приведу пример. Разговаривал с нашим партнером Сидоренковым Владимиром. У него как раз студия заточки в городе Самара. Это наш партнер. Мы с ним очень плотно сотрудничаем. Вот одним из его партнеров, то есть организацией, с которой он взаимодействует, является Самарский онкологический центр. Например, их устраивает то качество заточки, которое он производит, а они для него являются, соответственно, партнером, который обеспечивает ему определенный поток заказов со своей стороны. Вот это то самое партнерство, которое может появиться только из взаимодействия заинтересованных лиц. Поэтому найдите себе таких партнеров, которым будет выгодно работать с вами и с которыми будет выгодно работать вам. Что нужно учитывать при бизнес-планировании? То есть на какие моменты нужно обратить внимание? Ну, в первых, всегда вам нужна поставленная цель. Движение к этой поставленной цели, оно будет для вас тем ориентиром, к которому вы будете постоянно идти, к которому вы будете постоянно стремиться. Вам необходимо понимать, какие услуги вы производите, насколько эти услуги востребованы. Вот здесь, опять же, остановлюсь немножко подробно, как и на обосновании возможности выпуска продукции и услуг следующим пунктом. Первое, чему учат студентов в любом экономическом вузе, когда они приходят обучаться на специальность маркетинг, маркетолог, предприниматель. Да, сейчас есть в вузах такая специальность. Это необходимость выпускать то, что будет пользоваться спросом. Не продавать то, что вы производите, а производить то, что будут покупать. Это огромная разница. Если вы свою услугу или продукцию будете пытаться продвигать на рынке, где нету сформированного спроса на нее, то вам будет очень тяжело, вам будет очень сложно. И если у вас нету достаточных ресурсов для того, чтобы это продвинуть, то, скорее всего, с большой долей вероятности вас ждет фиаско. Поэтому прежде чем выходить и делать вот это предложение, вам нужно самим понять, а есть ли в этом необходимость. Как показывает практика, сейчас спрос на заточку инструмента, он растет. Почему? Потому что растет количество точек, которые оказывают разнообразные услуги, где используется инструмент с режущими кромками, с режущими гранями. Я не говорю о том, что сейчас очень много девчонок начали очень внимательно смотреть на различные бьюти-процедуры, назовем это так. Это и маникюр, это и парикмахерское искусство, это и всевозможные наращивания ресниц и тому подобное. То есть я в силу специфики своей работы не знаю всей номенклатуры, скажем, всего этого, но знаю, что везде используется инструмент, который нужно периодически править, который нужно периодически затачивать. Спрос на эти услуги со стороны населения, он тоже достаточно динамично развивается. Поэтому если предлагать услуги по заточке, то, как правило, они востребованы, тем более по заточке качественной. Есть множество, ну скажем так, мастеров, которые оказывают услуги по заточке, но делают это, не скажу, не совсем профессионально, они делают это достаточно небрежно. То есть у них есть определенные наработанные навыки, они затачивают хорошо, допустим, обычные бытовые ножницы, но инструмент, который требует тщательного подхода и инструмент, который требует тонкого мастерства, они просто не в состоянии обслужить. У них нет того оборудования, на котором это можно сделать качественно. Да, в силу опыта он, возможно, сможет это сделать, но он потратит на это очень много своих ресурсов и в очень многих случаях они просто боятся это делать, потому что инструмент дорогой, испортить дорогой инструмент – это проблематично. Поэтому нужно понять, насколько ваши услуги будут нужны, насколько они будут востребованы и кто будет вашим потребителем. Мы со своей стороны проводим, опять же, обучение, как находить ваших потенциальных клиентов. Вот как раз в одном из следующих наших вебинаров, когда мы будем рассказывать об открытии новой студии, мы обязательно поделимся с вами этим опытом. То есть, как люди начинали свое предприятие, свою фирму открывали, где они искали вот тех самых людей, которые теперь приносят им инструмент на заточку. Как все это происходит? Где? Откуда? Почему? Мы готовы с вами поделиться этой информацией, без проблем. Пишите, если вам тоже это интересно, могу какие-то моменты сейчас немножко рассказать. Нужно понимать, насколько продукт, услуга, которую вы оказываете, она конкурентоспособна, есть ли возможность вам там поработать, найти свой сегмент, то есть тех людей, которые готовы пользоваться именно вашими услугами. И, собственно говоря, найти ресурсы, благодаря которым вы сможете открыть свое дело и сможете начать свою работу. Что можно рекомендовать каждому человеку для того, чтобы начать подготовку своего бизнес-плана и начать запуск этого самого бизнес-плана? Первое, что всегда творится любому начинающему предпринимателю, который начал свой бизнес и первое, что он делает, это планирует. Излагайте кратко. Вы можете быть очень увлеченным человеком, у вас может быть хорошая фантазия, у вас может быть хорошая тяга, в хорошем смысле тяга к длинному изложению. Но вы поймите, читать будут люди, которым, возможно, это придется читать по долгу своей службы, им не так это интересно будет, как вам. Поэтому попробуйте изложить любую мысль как можно более сжато. То есть самое главное, самая суть, то, что будет быстро и эффективно доносить всю информацию. Второй момент. Вы профессионал, вы владеете профессиональными терминами, вы знаете, как правильно назвать тот или иной инструмент, как правильно назвать то или иное действие. Но опять же, понимать вас должны все, не только ваши коллеги по вашему бизнесу, по вашему делу, но и любые другие люди, в том числе непрофессионалы. Излагайте доступным языком. Понятно, что перековеркивать термины в угоду доступности не стоит, но и перегружать текст бизнес-плана какими-то очень сложными конструкциями тоже не стоит. Вот следующий пункт, не забиловать техническими подробностями. Это касается того же самого. Я сам человек с техническим образованием, сам этим зачастую грешу, когда начинаю подробно рассказывать о том, какие режимы должны соблюдаться, какая частота вращения должна присутствовать, какая там величина подачи в миллиметрах наоборот. Вот люди меня не понимают, особенно если человек не сталкивался с чем-то, что имеет подобное устройство или не работал в этой отрасли. И за те годы, которые я, собственно говоря, работал, я приучил себя немножко вот этот момент сглаживать. Потому что если я начну перегружать то, что я пишу вот этими моментами, да, это будет, наверное, здорово, да, человек, который в этом разбирается, он меня прекрасно поймет, ему не нужно будет ничего объяснять, но человек, который в этом не разбирается, ему будет непонятно. А если человеку непонятно, ему это неинтересно. Это еще одно правило любого бизнес-плана. Ну и, наконец, вам нужно быть убедительным. То есть вам нужно убедить других людей, другую организацию в том, что ваше начинание, оно в первую очередь выгодно. Вот от того, как вы это сделаете, зависит, то будет ли интересен ваш бизнес-план тем людям, с которыми вам предстоит работать. Для любого бизнес-плана есть четкая структура, которая разработана по методике ЮНИДО. Я сейчас не буду, опять же, углубляться в эти термины, скажу только одно. Это единая международная структура, которая разработана при содействии организации объединенных наций. То есть она едина для любых стран, для всех стран мира. Вот основные разделы. Я специально взял структуру, скажем так, наиболее типовую, которая соответствует тем базовым, тем основным требованиям, которые выдвигаются практически любой организацией, с которой бы вы не работали. А бизнес-планы у нас требуют самые разнообразные структуры, начиная от банков и заканчивая центрами занятости. В одном из наших прошлых вебинаров я уже упоминал то, что во многих регионах Российской Федерации, не во всех, но во многих. Если вы из какого-то другого региона, вы для себя это можете уточнить. Центры занятости предлагают программу поддержки, скажем так, самозанятых граждан. Если вы безработный гражданин и желаете открыть свое собственное дело, то вам готовы предоставить определенную субсидию для того, чтобы это свое собственное дело начать. В Самарской области размер этой субсидии составляет 58 с небольшой копейки тысяч рублей, что, в принципе, при наличии неких собственных средств достаточно для того, чтобы начать какое-то свое дело. Понятно, что в каких-то таких достаточно узкоспециализированных направлениях, но тем не менее это возможность. Если у вас в вашем регионе существует такая же форма поддержки, то это тоже ваша возможность начать свое собственное дело. Так вот, первое, что требует любой центр занятости, это бизнес-план. Для того, чтобы понимать, а как вы эти деньги, которые вам предоставят, захотите потратить. И, в принципе, вот та структура, которая здесь изложена, она есть и там. Ну, в такой достаточно урезанной версии, она сокращенная. И более того, я сейчас скажу информацию, которая, возможно, вам будет интересна. Мы взяли этот бизнес-план, взяли форму бизнес-плана, которую требуют Самарские центры занятости, и на его основе написали две версии бизнес-плана для открытия студии Заточки. Они небольшие, но и центр занятости, он требует такую достаточно сжатую информацию. Так вот, если вам интересен вот этот бизнес-план готовый, он маленький, он короткий, он достаточно понятный, то вы, опять же, можете написать, и мы готовы вам его предоставить для того, чтобы вы его взяли, и, возможно, на его основе под требования собственного центра занятости что-то поправили, внесли и туда отнесли. И, возможно, у вас получилось запустить свое дело, исходя из той субсидии, которую вам готово предоставить наше государство. Если вам интересно получить вот этот готовый бизнес-план, пишите, мы готовы вам его предоставить, бесплатно подчеркиваю. То есть, как говорили в одном мультике советском, то есть даром. Не стесняйтесь, обращайтесь, будем рады вам в этом помочь. С чего начинается разработка бизнес-плана и какие этапы разработки бизнес-плана вам придется пройти для того, чтобы на выходе получить прекрасный документ, который называется бизнес-план. Ну, во-первых, получить информацию по тому, как этот самый бизнес-план составляется. Почему? Потому что у всех организаций требования отличаются. Кто-то требует больше, кто-то требует меньше. Вот, если мы посмотрим наш предыдущий слайд по структуре бизнес-плана, то зачастую, скажем так, обязательными пунктами являются титульный лист, ну, понятно, там ваши данные содержатся, резюме, описание продукта, это жесткий пункт, 100% присутствует во всех бизнес-планах, производственный план, организационный план, финансовый план и, наверное, ну, вот риски и гарантии, потому что там обосновывается срок окупаемости проекта, уровень рентабельности, который вы будете показывать и так далее. Все, вот все остальное, оно может не присутствовать, либо присутствовать в каких-то других вариациях. Поэтому прежде чем приступать к составлению бизнес-плана, получите информацию, а что от вас хотят увидеть, то есть что хотят, чтобы вы предоставили. Цели бизнес-плана. Если у вас цель получить какую-то субсидию, это один бизнес-план. Если цель ваша для того, чтобы получить займ в банке на открытие дела, это другой бизнес-план. Если вы делаете бизнес-план для своего партнера, это третий бизнес-план. И, наконец, если вы делаете бизнес-план для себя, чтобы дальше по нему работать, это четвертый виз бизнес-плана. Почему они такие разные? Потому что цели разные. Для получения субсидии важно в первую очередь нашим, скажем так, органам, которые отвечают за занятость населения, добиться того, чтобы вы либо проработали как можно дольше, как можно больший срок и вовлекли в свой бизнес как можно больше людей, то есть заняли их. Для них это цель. Для, скажем так, структур, которые готовы предоставить вам финансовые ресурсы, цель вернуть вложенные в вас денежные средства с максимальной прибылью. Для вашего бизнес-партнера третья цель, то есть ему важно другое увидеть. Для себя вы четвертое планируете. Я не говорю о том, что для всех вот этих вот лиц, для всех вот этих организаций вы должны делать разные бизнес-планы. Нет. Но акценты в этих бизнес-планах должны быть расставлены по-разному. И акцентироваться в каждом из них должно что-то на своем. То есть то, что хотят от вас услышать. Не то, что вы готовы предоставить, а то, что от вас хотят услышать. Поэтому вот третий этап определения целевых читателей бизнес-плана, для кого вы это пишете, он напрямую перекликается со вторым этапом. Дальше устанавливайте общую структуру бизнес-плана. То есть о чем вы будете писать, как вы будете излагать. Вот я всегда людям, которые, скажем так, задавали вопрос, а что мне нужно для того, чтобы написать бизнес-план. Я всегда говорил просто. Представьте, что вы пишете интересный рассказ. Просто вы пишете его про себя. Ну или вспомним свое школьное детство, как мы писали сочинение «Как я провел лето». Только это сочинение не «Как я провел лето», а сочинение «Как я проведу ближайшие пять лет». И, по возможности, это должно быть интересное сочинение, чтобы учитель, который будет его читать, не заснул на втором предложении, чтобы он читал до конца, поднял глаза и сказал «Ничего себе! Вот это здорово!». Чтобы это было действительно здорово, нужно собрать информацию. То есть нужно для каждого из разделов быть информированным. Вы должны стать экспертом. Вы должны прекрасно понимать, что вы хотите, что вы ждете, как для вас это будет и откуда вы эту информацию получите. Дальше пишите бизнес-план, подготавливаете резюме для основных идей бизнес-плана, ну и, наконец, выносите его на открытое обсуждение. Теперь вернемся на предыдущий слайд. Я покажу вам один момент. Видите резюме, третий пункт? Обратили внимание? Оно в начале. Но пишем мы его в конце. Вот здесь я прямо попрошу вас какую-то жирную пометку поставить. Резюме всегда пишется в конце, а выносится в начале. В начало. Для чего это делается? Это делается с одной целью. Для того, чтобы человек, который начал читать бизнес-план, он успел понять, что в этом бизнес-плане будет. Резюме – это краткая выжимка из вашего бизнес-плана. Если, опять же, переходить на аналогию с литературой, есть роман, а есть его адаптивная версия, когда тот же самый роман, но пересказанный в десяти строчках. Вы их прочитали и поняли, о чем этот роман. Есть такие адаптивные версии для не очень родивых, наверное, учеников, которые готовятся к ЕГЭ. Мне доводилось видеть такую книжку, когда «Война и мир» на одной странице умещается. Но, в принципе, понятно, о чем роман. Так вот, резюме – это как раз такая адаптивная версия вашего большого романа. Прочитали – поняли. И если хотят, если это интересно, прочитают ваше все. Но писать его нужно в самом начале. Вот теперь давайте немножко остановимся на ключевых пунктах бизнес-планирования и посмотрим, что важно для каждого из этих пунктов. Итак, резюме. Вот, пожалуй, это самая важная, самая главная часть бизнес-плана. Если резюме у вас будет неинтересным и оно не будет, что называется, цеплять, бизнес-план не станут читать. Его просто отложат в сторону. Поэтому оно пишется в самом конце, когда вы уже составили весь бизнес-план, вы уже понимаете, что вас ожидает, вы понимаете, к чему вы придете. Ну, должны прийти, поскольку это планирование. И вы вот это вот все в резюме вставляете. Краткая информация о проекте, перспективы этого проекта, результат этого проекта. И когда человек прочитал вот этот вот пункт, когда он прочитал резюме, он понимает, что следует углубиться в этот проект и прочитать все. Тогда станет понятно. Описание предприятия и отрасли – это тоже важный пункт, пункт такой больше технический. Здесь вам нужно изложить факты, которые подтвердят перспективность того, чем вы собираетесь заниматься. Естественно, что никому не интересно развивать направление, которое является убыточным, либо направление, которое, ну, скажем так, умирает, отмирает. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал, вы должны попасть в ту отрасль, которая будет динамично развивающейся, которая будет развиваться непрерывно, стабильно, быстро, по возможности. Чем быстрее, тем лучше. Ну и описать те трудности, с которыми вам предстоит столкнуться. Такого, что человек начинает чем-то заниматься, и у него не возникает с этим проблем, так не бывает. Ну, просто в силу того, что никакие действия, которые совершаются в природе, они не производятся без внешнего сопротивления. Куда бы вы ни пришли, везде будут какие-то свои трудности, особенности, подводные камни, специфика. Чем более точно и чем более честно вы это опишите, тем лучше, в первую очередь, для вас. Дальше вы описываете те услуги, которые вы будете оказывать. Вы должны сами понимать, что вы будете делать, чем вы будете заниматься, и с какими аспектами вам предстоит работать, с какими аспектами вам предстоит действовать, с какими аспектами вы будете взаимодействовать. Здесь важно написать ясно, четко, чтобы было понятно любому человеку, который это почитал, даже если он никогда не сталкивался с режущим, с любым режущим инструментом, ножницы, кусачки, да даже топоры, пилы. И не важно, что вы будете точить, затачивать, прошу прощения. Любой человек должен понимать, что вы будете делать и для чего это вы будете делать. Маркетинг. Главной задачей любого маркетинга является информирование о том, насколько ваша услуга, которую вы будете оказывать, будет востребована на рынке. Здесь мы, опять же, плотно перекликаемся с предыдущим пунктом, когда мы понимаем, что все то, что мы делаем, что все то, что мы с вами производим и все то, над чем мы работаем, оно будет в конечном итоге востребовано. Результатом вот этого плана маркетинга должна быть идентификация той группы лиц, для которой вы будете это делать. Если вы это делаете для парикмахеров, то вы должны понимать, что это за парикмахеры, где они находятся, каким инструментом они работают, будут ли они обращаться к вам, как часто они будут к вам обращаться. То есть все это должно быть внятно, понятно и все это должно быть однозначно, потому что от того, как вы это оформите, как вы это сделаете, будет в конечном итоге зависеть та финансовая стабильность, которую вы захотите достичь и которую вы, собственно, планируете достичь. Вот еще один такой раздел, который вызывает много вопросов у людей, которые только-только начинают заниматься бизнес-планированием, это вопрос производственного плана. То есть люди зачастую задают вопрос, а вот здесь вот что мне описать, здесь как мне быть. Ну, смотрите, чего люди боятся. Они боятся испугать потенциальных инвесторов тем количеством оборудования или оснастки, которое они захотят использовать. Они исходят из той мысли, что, а вот если я напишу, что мне нужно очень много станков и мне скажут, ой, там, это все очень сложно, это очень много. Не, мы тебе денег не дадим, мы вот там дадим тому, у кого будет меньше. И люди зачастую попадают в такую ловушку, которую сами же себе и создают. Они занижают тот самый производственный минимум, который им необходим до, ну, совершенно непонятного. Выстраивают на его основе бизнес-план, делают планирование, начинают работать и понимают, что с бизнес-планом, собственно говоря, происходит какая-то непонятная вещь. То есть, вроде бы, план есть, но он совершенно, абсолютно расходится с реальностью. Не надо пытаться обманывать в первую очередь себя. Излагайте честно. Если вы планируете работать на двух станках, пусть это будут два станка. Если вы планируете работать на четырех станках, пусть это будет четыре станка. Поверьте, инвестора пугает неопределенность. То есть, любого человека, с которым вы сотрудничаете, больше всего пугает перспектива, что ему будет что-то непонятно. Что он, вроде бы, готов с вами сотрудничать, но есть целый ряд вопросов, на которые ему никто не дает ответа. Максимально честно, максимально точно, максимально правдиво излагайте и все будет хорошо. Организационный план – это тоже немаловажная часть. Вот наш самый первый вебинар, который мы с вами проводили, если я не ошибаюсь, в декабре месяце, да, это было в конце декабря, он как раз был посвящен вопросам организации и вопросам организационных форм предприятия. Предприятия. Я, опять же, вот в таком формате, в формате презентации рассказывал о том, что такое ООО, что такое ИП, отличия их и так далее. Вот здесь вы должны, собственно говоря, предоставить эту самую информацию, как будет выглядеть ваше предприятие. Что это будет, ИП или ООО? Если это будет ИП, то какой будет уставной капитал, кто будет там учредители, из кого оно будет, вернее, если это будет ООО, то, соответственно, структура, учредители, организация, кто будет выполнять какие функции. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы люди понимали, что вы будете из себя представлять. Будете ли вы микрофирмой, которая состоит из одного человека, и этот же человек, он и мастер, и бухгалтер, и генеральный директор, и вообще человек-оркестр, который делает все, что только можно представить. Либо это будет организация, в которой будет несколько человек, каждый будет отвечать за свое направление, у каждого будет своя функция. Почему это нужно? Это нужно не для того, чтобы показать, что вот смотрите, они маленькие, там один человек, или там два человека, не надо с ними связываться. Нет, зачастую даже маленькая организация более выгодная с точки зрения управления, с точки зрения гибкости, чем организация, имеющая структуру, которую нужно тоже организовывать и которую тоже нужно управлять. Весь вопрос, как вы это подадите? Вот организационный план показывает ваши организаторские способности. То есть, насколько хорошо вы способны организовать, и насколько четко вы сами понимаете необходимость той структуры, которая у вас будет. Если вы понимаете, что для того, чтобы достичь целей, вам необходим мастер, вам необходим кассир, вам необходим собственный бухгалтер, это одно. Но если вы понимаете, что для тех целей, которые вы поставили, вам все эти люди не нужны, что вы сами прекрасно справитесь с какими-то техническими моментами, а допустим, введение бухгалтерии отдадите в стороннюю организацию на аутсорсинг, опишите это. Это прекрасно, это говорит о том, что вы четко понимаете, куда вы хотите прийти, вы четко понимаете, как всем этим управлять. И вопросов к вам здесь не возникнет. Финансовый план – это, собственно, опять же продолжение всего того, о чем мы с вами говорили. Сколько вам нужно, на каком этапе денежных средств, какие денежные средства будут в вами вкладываться, и какую отдачу от этих денежных средств вы планируете получить. Расходы, которые вы понесете, смета затрат, сколько будет стоить оказание услуг. Если себестоимость услуги будет, ну, заточки, допустим, ножниц 60 рублей, а услуга эта на рынке стоит, ну, к примеру, 120 рублей, то будет понятно, сколько вы заработаете с одной заточки, сколько ножниц, там, ножей, кусачек вы сможете заточить в месяц, и будет понятно, сколько вы сможете на этом заработать. То есть это тот раздел, который дает вам понимание того, как вы будете работать и как вы будете получать ту отдачу, которая вами планируется для того, чтобы, ну, собственно говоря, по этой отдаче уже, в общем-то, существовать. Риски. Вот это тот раздел, который в обязательном порядке на 100% он может называться по-разному. В общем, таком видео называется риски и гарантии, но это может быть и оценка финансовой стабильности, и расчет сроков окупаемости проекта, по-разному может называться, суть одна. Здесь вам нужно показать те риски, с которыми вы столкнетесь, то есть те трудности, которые у вас будут, потенциальные или реальные, насколько сильно эти риски способны повлиять на устойчивость вашей организации, и как эти риски вы сможете обойти. То есть вы должны здесь показать то, что вы готовы, в принципе, к развитию любой ситуации, в том числе и негативной. Но один момент, если негативная ситуация происходит, и вы про нее не знали, вы к ней не готовы, и вы ее судорожно начинаете решать, искать выхода из нее, и совершенно другие расклады, когда вы знали о том, что эта ситуация может произойти, у вас есть определенный план на случай возникновения этой ситуации, и вы дальше просто действуете в соответствии с этим планом, и ситуация разрешается. Кажется, все просто, но на самом деле, как и любой бизнес, как и любое дело, риски могут нести различные последствия, возникать хаотично и иметь, скажем так, разную степень негативного воздействия на разных этапах вашего развития, вашего становления. Те риски, которые были для вас значительные на раннем этапе, могут являться незначительными на более позднем, когда вы уже имеете определенный вес, когда вы уже имеете определенный финансовый запас, когда вы имеете наработанную клиентскую базу, ну, к примеру, я говорю. И совершенно другие риски, которые до этого казались вам незначительными, и которые вы не воспринимали как серьезные, они наоборот, по мере вашего роста, они будут иметь все больше, 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 больше вес, и они постепенно начнут над вами давлять. Вот такой расклад, он тоже, скажем так, имеет место быть, он имеет место и право на существование. Итак, подведем краткий итог того, каким должен быть любой бизнес-план, который вы составляете. В первую очередь, любой бизнес-план должен быть достоверным. Чем более достоверен бизнес-план, тем больше к нему доверия, и тем более привлекательными вы выглядите в глазах людей, которые с этим бизнес-планом сталкиваются. Понимаете, никто не ставит перед вами задачу показать, как можно более, нарисовать как можно более красочную картину. Нет. Чем более вы будете честными, чем больше вы покажете реальность, реальность, такой, какая она существует, и покажете ваше существование в этой реальной картине, тем большего, позитивного, положительного эффекта вы сможете достичь и вы сможете добиться. Вообще, опять же, могу процитировать известного достаточно китайского философа, руководца, мыслителя Суньцзы, который написал трактат о искусстве ведения войны. Вот цитата у него звучит следующим образом, что война – это путь обмана. Соответственно, обман – это путь войны. Если вы не хотите начать войну, не надо идти по пути обмана. Поэтому, если вы не хотите, чтобы отношение к вам было негативным, давайте информацию достоверную. Вот я в самом начале нашей с вами встречи рассказывал, что мой первый опыт, он был связан с бизнес-планированием, когда человек, который хотел написать бизнес-план, он, в общем-то, его написал. Ну, я ему написал этот бизнес-план, он его получил от меня, и перед тем, как подать его в банк, он внес коррективы в некоторые цифры. Ему показалось, что та картина, которая у него складывается, она недостаточно радужная, и некоторые цифры он решил изменить. Я на тот момент был не очень опытным в вопросах бизнес-планирования, и я не стал его отговаривать. То есть, он мне сказал, а я вот тут, наверное, поменяю. Сейчас бы я ему сказал, да ты что, ни в коем случае этого не делай, не надо этого делать. И постарался бы использовать все свое красноречие, какое у меня есть, тот опыт, который у меня есть, для того, чтобы не дать ему этого сделать. Тогда я не имел такого опыта, я сказал, ну, если тебе кажется, что так будет лучше, ты, наверное, сделай, как тебе будет лучше. В результате он нарисовал картину очень радужными красками, в очень таких мажорных тонах. В результате банк ему отказал, сославшись на то, что предоставленные данные, они не являются достоверными. Вот если вы не хотите повторения этой ситуации со своим бизнес-планом, достоверность – это то, что нужно. Точность. Старайтесь быть как можно более точными. Старайтесь избегать общих формулировок, старайтесь избегать большого охвата. Если вы… ну, вообще, детализация, она подчеркивает ваш профессионализм и ваше знание. Чем больше деталей, тем выше степень достоверности. И это перекликается с нашим первым, самым главным пунктом. Используйте как можно более точные формулировки, используйте как можно более точные цифры. Если вы обозначите свою деятельность как заточка маникюрного инструмента, не конкретизировав, сколько будет маникюрных ножниц, сколько будет маникюрных щипчиков, сколько будет прочего инструмента, с которым вы будете работать, это будет смотреться немножко аморфно, потому что человек, который это откроет, если он в этом хоть немножко разбирается, он задаст вопрос. Ага, вот человек пишет, что единица заточки маникюрного инструмента стоит у него 200 рублей. Но ведь заточить маникюрные ножницы, заточить маникюрные щипцы и заточить, допустим, пушер, это совершенно разные операции, которые занимают разное количество времени и стоят, соответственно, разных денег. И непонятно, может, он вот, вот из чего этот человек исходил. Так, вот тут вот ставлю минус. И это на самом деле не очень хороший момент. Лаконичность. Будьте не только точными, но еще и краткими. Чем больше понятных, коротких, выдержанных терминов вы используете, тем меньше времени понадобится человеку, который будет читать ваш бизнес-план, для того, чтобы добраться до его сути. В идеале, конечно, любой бизнес-план – это представление в таблицах. То есть, когда таблица, это, как правило, не вызывает лишних вопросов. Но здесь я бы еще обратил внимание на такой момент. Хороший бизнес-план, он читается, как хорошая книжка. То есть, если вы вот открываете какую-то книжку и начинаете ее читать, поначалу она вас, ну, вроде как не цепляет, но по мере погружения в сюжет вы вникаете все больше, 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 больше и больше. И в конце вы замечаете, что провели несколько часов без отрыва, читая вот этот вот роман или какую-то повесть. С бизнес-планом то же самое. Человек, который начинает его читать, он должен идти по определенной нити изложения. Он должен понимать, что ему хотят сказать, что до него хотят донести. И вот это искусство донесения информации, оно очень важно для вас. Поэтому четвертый пункт – понятность. Это как раз вот об этом. Бизнес-план должен быть понятен. Понятен любому человеку без исключения. Допустим, я не являюсь мастером-заточником, и ко мне приходит человек, который говорит, «Леонид, вот посмотри, я хочу открыть студию заточки». Я открываю, и не являясь мастером-заточником, мне должно быть понятно, что человек хочет начать делать, для кого он это хочет начать делать, каким образом он хочет в конце концов это начать делать. И уже, когда я все это прочитал, я поднимаю на него глаза и говорю, «Да, это здорово, это круто». Вот те же самые чувства должны быть у любого человека, который прочитает ваш бизнес-план и, в общем-то, окунется в тот результат, который вы ему предоставите. Каков должен быть результат? Понимание того, что необходимо для начала дела. Понимание с вашей стороны и со стороны человека, который его читает. То есть, прочитал, понял, что для того, чтобы открыть студию, нужно вот это, это, это и это. Понимание того, кто ваш клиент и какова потребность вашего клиента. Вы, опять же, должны это четко изложить, что я буду работать для таких-то людей, которые работают там-то, которые работают таким инструментом и которые будут обращаться ко мне вот с такой периодичностью. Все. Это хорошо для вас, это хорошо для тех, ради кого вы этот бизнес-план пишете. Понимание того, сколько предстоит потратить. Это в первую очередь нужно вам. Не бойтесь вести здесь диалог, с позиции честности. Если вам нужен верстак, не стесняйтесь его включать, потому что сейчас вы его не включили, в итоге вы все равно его приобрели, в бюджет вы не попали. Ну, зачем это делать и для чего это делать, чтобы как-то себя обезопасить или еще что-то. Нет, здесь тоже нужна честность, здесь тоже нужно понимание того, что вы будете вкладывать. И с пониманием этого вы уже переходите к следующему пункту. А сколько я буду зарабатывать? Как быстро я смогу в финале свои вложения окупить? Вот эти три пункта «Трачу», «Зарабатываю», «Окупаю» – это такая квинтэссенция любого бизнес-плана. Это выжимка из него. Это то, на что смотрит любой инвестор, которому в руки попадает бизнес-план. Неважно, это банк, это какая-то иная кредитная организация, это ваш бизнес-партнер. То есть, собственно, к этому и сводится вся ваша работа. Тратим столько, зарабатываем столько, окупаем тогда-то. В идеале, чем быстрее, тем лучше. Вообще, опять же, когда учат студентов планированию, говорят, что, ребята, нормальный срок окупаемости любого проекта составляет три года. Но здесь вы, опять же, даже если вы начнете читать специальную литературу, посвященную планированию, вы, скорее всего, наткнетесь там на те же самые цифры. Три года – это нормальный срок окупаемости. Да, три года – это нормальный срок окупаемости для долгосрочных крупных инвестиционных проектов. Для малого бизнеса срок окупаемости должен находиться в пределах одного года. Почему? Потому что ни один человек, который начинает свой бизнес, не сможет долго существовать без внешней подпитки. Крупное предприятие может себе позволить окупать проект в течение нескольких лет за счет того, что у него есть иные источники дохода. Вы сможете себя прокормить в течение трех лет, просто вкладывая деньги в развитие студии. Скорее всего, нет. Поэтому здесь вы должны понимать, что вы можете запланировать все, что угодно. Вы можете показать все, что угодно. Но этот пункт вы должны для себя, опять же, показать максимально честно и дать себе ответ на вопрос, смогу ли я в тех условиях, которые у меня есть, с теми ресурсами, которые у меня есть, сделать вот то, что я запланировал. Я уверен, что честный ответ на все вот эти вопросы, он даст именно тот самый эффект, который мы с вами хотим достичь. Ну, собственно говоря, теперь я бы хотел, если у вас возникли какие-то вопросы, к сегодняшнему вебинару, к сегодняшней теме нашего вебинара, вы можете их задать. Я с удовольствием на эти вопросы отвечу. Так, я немножко увлекся, скажем так, непосредственно изложением. Вот чат у меня почему-то не отображался в моем источнике, в который я подглядывал. Да, Петр, будут конкретные кейсы. Хотелось бы от вас услышать, какой конкретно кейс вас больше интересует. Я еще раз напомню, мы планируем вообще запустить отдельную тему с развитием студии «Заточки», посвятить этому отдельный вебинар и с тем, чтобы люди могли непосредственно задавать вопросы тому, кто этим занимался. Сделать это, я предполагаю, в формате интервью. То есть будут подготовлены вопросы с моей стороны, будут поступать вопросы от вас, и, собственно, человека мы в прямом эфире сможем, что называется, допросить. На сегодня, ну, в кавычках допросить, конечно же. На сегодняшний день у нас два таких кейса. Это открытие студии в городе Самара и открытие студии в городе Саранск. В каждом из этих городов есть своя отдельная специфика, а в каждом из этих городов есть свои особенности. Причем эти два города между собой в принципе несравнимы, они разные. Именно этим ценны вот эти вот кейсы, что по-разному открывалось, по-разному запускалось и по-разному это работало. Владимир, бизнес-план у нас получить можно, написав нам либо на общий адрес adems.ru, либо позвонив нашим менеджерам, опять же, по телефону, который есть у нас на сайте, и запросив бизнес-план. Я напомню, что для участников сегодняшнего вебинара бизнес-план готовый 9 990 рублей. Это бизнес-план по открытию студии заточки, выполненный в максимальной версии. Вам нужно будет его незначительно доработать. Работа была по его созданию проделана огромная. Для центра занятости мы готовы бизнес-план предоставить бесплатно. И если вам интересно на создание индивидуального бизнес-плана конкретно под ваш город, конкретно под вашу студию, то вы можете, опять же, позвонить или написать, и мы готовы детали создания вот этого бизнес-плана обсудить с вами индивидуально, отдельно. Здесь уже работа, она, скажем так, более тонкая, которая требует деликатного отношения. Приятно, что нас смотрят не только из разных городов нашей Родины, но еще и я вижу, что есть зрители, участники из Израиля. То есть я рад, что мы вышли уже на международный уровень. Кстати, если для Израиля интересный вопрос составления бизнес-плана, поскольку структура, она одинаково для всех стран мира, готова помочь вам с этим вопросом, обращайтесь, пишите, всегда рады с вами сотрудничать, тем более, как показал опыт, сотрудничество с вами проходит достаточно легко и приятно. Да, Владимир, в покупку бизнес-плана входит сопровождение и поддержка. Мы готовы оказывать вам консультацию, но опять же, в разумных пределах. Две консультации абсолютно бесплатно. Звоните, поможем, доработаем, поддержим, максимально облегчим процесс запуска вашего дела и расскажем, как дальше с этим бизнес-планом действовать и как с ним дальше можно работать. Если есть какие-то вопросы, я сейчас посмотрю, возможно, вопросы поступили из других источников, но в частности, вот, есть у меня вопрос, какой, сейчас попробую его немножко повнять, не сформулировать, звучит он следующим образом. Какая максимальная сумма, которую можно запросить через бизнес-план? Ну, смотрите, каких-то ограничений на суммы их просто-напросто не существует. Вы можете запросить, если я понимаю правильно вопрос идет о том, чтобы сформулировать запрос для какого-то банка, нету каких-то ограничений. Банки готовы предоставлять суды для организаций, для граждан в любых практически пределах. Единственным условием является своевременный и качественный, назовем это так, возврат этих самых денежных средств. если вы в своем бизнес-плане предоставите четкое понимание того, что вы эти деньги сможете вернуть быстро, в срок и с максимальной отдачей, то никаких препятствий для получения любой, повторю, суммы у вас не существует. Вы ее можете запросить и вы ее можете получить. Опять же задает вопрос, будут ли у нас обзоры станков, которые мы производим. Да, будут. Мы планируем целую серию вебинаров, посвященных работе на станках ADEMS. мы будем их проводить с участием специалистов нашей компании. Будем привлекать Сидоренкова Владимира. Это наш мастер обучения. Он имеет очень высокую квалификацию и он не только расскажет вам про станки, с его помощью мы не только расскажем вам про станки, но еще и покажем какие-то приемы работы на этих станках. Так что вы сможете станки эти использовать максимально эффективно для того, чтобы ваш бизнес развивался и чтобы вы зарабатывали как можно больше. Потому что наша цель не просто продать вам станок, наша цель с помощью нашего станка помочь вам заработать. И собственно говоря, для этого мы вот эти мероприятия под названием вебинары и проводим. Поэтому мы эти мероприятия запускаем, чтобы вы с помощью вот этих мероприятий зарабатывали, получали отдачу и делали это максимально эффективно. как-то вот так вот. Какие еще возникают вопросы у наших зрителей, у наших участников сегодняшнего вебинара? Почему выбрали тему, связанную с бизнес планированием? Ну, наверное, я скажу следующим образом. Мы планируем к этим темам возвращаться периодически, потому что обзор станков, обзор железа, он имеет свои преимущества, свои цели, свои задачи. Но, кроме всего прочего, мы хотим, чтобы вебинары носили еще такой информационный обучающий характер. И мы хотим, чтобы вы с помощью этих вебинаров, посмотрев эти вебинары, приняли решение об открытии своего дела, о том, чтобы вы не думали, что открытие своего бизнеса это что-то очень сложное, что-то такое запредельное, что-то такое непонятное. Нет, мы хотим наоборот показать, что открытие бизнеса это не так сложно. Главное понимать, как это делать, главное владеть технологией. И вот наша задача дать вам скажем так азы этой технологии для того, чтобы используя их в дальнейшем вы могли беспрепятственно, спокойно, свободно заниматься открытием и развитием своего дела. Вот для этого мы проводим эти вебинары. Ну, понятно, что кроме вот таких обучающих вебинаров, посвященных каким-то моментам, ну, чисто теоретическим экономикам, бизнес-планированию, основам организации, мы будем обязательно проводить вебинары, связанные с обзором наших станков, это 100%, где вы можете посмотреть и задать вопросы по нашему оборудованию. Мы будем проводить обязательно вебинары, связанные с обучением приемом заточки. Вот у нас был вебинар, посвященный заточке медицинского инструмента и маникюрного инструмента. Будут также вебинары, посвященные заточке других каких-то другого инструмента, имеющего режущие кромки. Это будет и парикмахерский инструмент, это будет какой-то рабочий инструмент обязательно, потому что это тоже огромный пласт, с которым сталкиваются люди и которые задают нам вопросы, а как сделать так, чтобы вот это направление, оно тоже приносило доход и как сделать так, чтобы производить заточку максимально эффективно. Мы планируем тоже обучать этому и постараемся уделить этому максимальное количество времени. Итак, подведем итоги на сегодня. Мы посмотрели, изучили с вами, что такое бизнес-планирование, посмотрели вопросы, изучили ряд вопросов, связанных с бизнес-планированием, надеюсь, поняли, что такое бизнес-план и каких моментов нужно придерживаться при его составлении. Если у вас по результатам сегодняшнего вебинара возникли какие-то вопросы, вы всегда можете их задать, написав нам на нашу электронную почту. Она была в нашей презентации, либо вы можете зайти на наш сайт adems.ru и через телефон связаться, либо написать мне, позвонить и тогда соединяться со мной открыто для общения, звоните, пообщаемся, поговорим, вы можете задать вопрос мне напрямую. также напомню, что для любого участника сегодняшнего вебинара мы готовы предложить бизнес-план, готовый бизнес-план на открытие студии заточки за 9 990 рублей, либо, если вам интересно, бесплатный бизнес-план, сделанный по форме центра занятости. Это короткий бизнес-план. Индивидуальные бизнес-планы мы готовы обсуждать с вами индивидуально. здесь уже работа тонкая, работа требующего, требующая индивидуального подхода с каждым конкретным человеком. Открывайте свой бизнес, не стесняйтесь задавать нам вопросы, пишите, мы рады живому общению с каждым нашим потребителем, смотрите наши видео на наших каналах, в ближайшее время опять же сделаю небольшой анонс, вас ожидает целая серия таких видео, следите за обновлениями, всем хорошего дня, до свидания и всего хорошего. хорошего. Продолжение следует...